здравствуйте с вами канал вкусный огород барнаул в нашу местность пришла жара растениям конечно с одной стороны хорошо яблочки завязывают плодики но требуется все культуры поливать к счастью воды в достатке все емкости держу на готове и практически полив делаю если не ежедневно то через день очень быстро все высыхает жарко сухо ветер но в целом это лучше чем очень холодная весна многие растения отстают плодоношение еще не началось ни у клубники только жимлость радует первым урожаем собрано первое ведро 10 литров и это очень хорошо посмотрим что происходит на участке очень кратко вот эта яблонька алтайская румяна в этом сезоне чувствуется будет плодов довольно большое количество вот эта редиска заканчивает плодоношение мури диска выросла нормальная плодики вот такие как всегда она не подводит и жара и нипочем но надо убирать вот с кукурузой у меня оказались определенные проблемы не раз упоминал что я предпочитаю загущенный посев и вот раз в кое веке поскольку семена вот эти оказались очень дорогие сорта турбин и ракель решил посадить в общем-то нормально как обычно делают люди и вот схожесть оказалась не очень хорошая вот видно сколько взошло кукурузы вот этого сорта это сорт ракель ну конечно урожай будет но неприятно когда часть грядки пустая вообще со всхожестью в этом сезоне довольно много проблем второй сорт кукурузы турбин взошел получше но тоже вот пару кустиков видно не разошли здесь прогалы это беда небольшая но все таки а вот это огурчики сортов всего два апрельские и зазуля здесь удивительная история апрельский взошел хорошо вот они сходы и загущенный посев тоже к месту а вот зазуля ни одного росточка не было и самое это интересно в том заключается что брал на всякий случай я часто так делаю семена у разных производителей во всяком случае так было написано на пакетика мы все видим из одного какого-то места и ни одного всхода так и нет и вот сегодня вечерком буду пересаживать излишки вот тех вот растений вот на это пустое место вот так вот бывает несмотря на загущенный посев и это не помогло вообще всхожесть ноль редкий случай бывает хоть немного но всходит и это помогает когда сеешь густо но в этот раз вот с этим сортом просто не повезло катастрофически ну попутно заглянем в теплички здесь арбузы будут расти растение немного это сорт астраханский буду выращивать их прямо на грунте так уже делал один раз и именно этот сорт показывал себя хорошо здесь различные цветы картошка подросла уже настолько что можно ее пропалывать кто-то говорил что у меня нет сорняков ну вот можно посмотреть вот они сорняки вечерком сегодня или завтра утром пока не очень жарко сейчас за 30 тяжело работать возьму тяпочку и быстренько все это будет проповано картошки немного и это не особо сложно во второй теплице перцы и вигна вот это вигна эта культура напоминающая фасоль очень вкусные у нее плоды и зернышки и даже другие части растения используются выращиваю ее не первый год уже свои семена и вот она растет неплохо поливал буквально вот недавно но влага испаряется очень быстро вот это мои скромные перчики кто следит те видели какие они были малюсенькие какие они были дохленькие поскольку было очень холодно они были высажены довольно рано поскольку мы находились уже на участке и вот сейчас кустики подросли и окрепли та же история с баклажанами смотреть на них было конечно страшновато ну действительно были очень слабые сейчас понемногу они набирают силу и все-таки я думаю с ними будет все в порядке все эти культуры подкормлены раствором куриного помета первая подкормка была сделана и сейчас только поливай тепла в достатке уже приходится все открывать настиж и надеюсь они теперь будут расти хорошо здесь клубника появляются первые красные ягодки вот эта грядка с зеленью зелень растет только успевая поливать здесь различные салаты сельдерей шпинат укроп ну и так далее это грядка морковки свеклы пастернак и корневая петрушка морковка прорежена полита вроде бы никаких особых проблем рядышком тыква вот сегодня поливал тыкву обильно в лунке пока еще лунки для тыквы потом они будут ликвидированы буду поливать всю площадь и вот видно что все ушло в грунт и можно рыхлить но это без толку поскольку все равно я думаю придется поливать через пару дней благо повторюсь с водой у нас проблем нет в этой тепличке помидоры разное вот это скороспелый сорт промик выращивался через рассаду очень много плодов красных пока нет хотя бывало в эту пору он уже плодоносил дальше безрассадные помидоры вот на этой маленькой грядочке пробую разные сорта в уголке жгучие перцы если присмотреться можно увидеть завязавшиеся плодики они конечно маленькие но не успешно оглянуться как подрастут вот это основные безрассадные помидоры сорт толстый джек растут нормально правда жарко им но тут уж поделать ничего нельзя все настежь и притянено ну помидоры стойкие бойцы я думаю выдержит и жару а с другой стороны небольшое количество рассадных помидоров тут четыре штуки индетерминатных сорт эльба видно вот сколько плодиков уже завязалось и 4 детерминатных толстый джек и плодоносят эти сорта неплохо вот здесь небольшой цветник некоторые декоративные лекарственные растения ревень валерьяна эстрагон любисток девисил лафант что тут еще ну дельфиниум ленок голубой пионы эхинация шалфей удивительно что шалфей едва не замерз этой зимой ну вот он наконец-то пошел все-таки в рост пионы конечно красавцы лет 30 они вот тут растут на этом месте и каждый год вот такая красота там яблонька подрастает дальше зверобой ну и так далее около домика рябинка вот на этом участке где был старый домик посажена ирга она завязала много ягод жимолось во всю плодоносит и облепиха вот подрастает но здесь некоторые ремонтные работы идут вот старые трубы приготовленные поскольку забор ураганом повалило я его поднял но сейчас буду укреплять но жара просто не дает работать дальше вот здесь лук из магазинного севка растет нормально несмотря на холодный июнь и конец мая и холод был сильный и дожди были очень холодные но лук выдержал к счастью поскольку в прошлом году с луком были проблемы этот лук из севка маленького диаметра около одного сантиметра и видно что ни одной луковицы которая бы застрелковалась нет это очень хорошо это потому что севок мелкий за что его люблю никогда не стрелкуется а вот это яровой чеснок ему жара видно очень тяжело дается но вот видно как он болеет листья подсыхают хотя его стараюсь поливать здесь крыжовник очень старый сорт даже название не знаю растет себе и растет и ягодки на нем есть черная смородина очень старинный сорт уж не знаю сколько ему лет сорт десерт на не один десяток это точно такая же старая красная смородина вот здесь клубника сорта первоклассница есть первые ягодки капусты выращиваю немного вроде бы она растет нормально но одно растение какой-то вредитель похоже находящийся в глубине почвы портит был такой случай у меня когда я не выдержал копнул такое растение обнаружил там хруща уж не знаю что здесь такое пока не трогаю но к сожалению это растение может даже и погибнуть делать тут ничего нельзя у меня есть еще запас рассады капусты может быть высажу хотя капусты выращиваем всегда с запасом дальше еще небольшая грядочка клубники это сорт лорд завязи много они сейчас конечно маленькие но безусловно они будут крупнеть здесь многолетние луки уже сделано две срезки много его засушили очень хорошо идет потом зимой такой способ применяем вот это лук из семян причем из своих семян для выращивания севка видно что ну практически он весь взошел и неплохо здесь еще кустик смородина это белая смородина вот молодая красная смородина решил обновить куст сколько ягод все они покраснеют а вот этот крыжовник мне подарили друзья говорили что он очень хороший и вот кустик хотя и маленький но уже завязалось немало ягод вот такие ягодки посмотрим какой он окажется на вкус щавель здесь посажен на всякий случай чтобы не ходить за ним в лес вот это малина требует прополки и прореживания что и будет сделано в ближайшее время видно что ягод завязалась немало выращиваю малину по способу когда растут отдельно побеги плодоношения и отдельно побеги замещения вот еще цветет малинка шмелик прилетел вот это интересное растение чуфа земляной орех видно что она высажена немного гуще чем это положено для этой культуры но дело в том что мы решили просто попробовать ее в качестве декоративного растения как буртик она будет посмотрим хотя можно использовать и орешки еще грядка лука вот этот лук если не ошибаюсь шитана записи где какие сорта имеются потом будем контролировать результаты вода в запасе на готове она артезианская холодная сейчас прогреется в емкости и можно будет поливать морковку сегодня поливал поливал очень обильно и вот она начинает подниматься и моментально все высыхает еще клубника это тоже сорт лорд вот на этой грядочке пытался я такой метод использовать он себя не оправдал сразу три сорта юлия лорд и солнечная полянка ну грядка плодоносит вот это грядка зелени вот это моя небольшая плантация картофеля но тем не менее есть интересные моменты видно очень хорошо сейчас как растут разные сорта и они отличаются по скорости развития листового аппарата вот адрета она растет быстрее всех видно какие кустики а вот рядом сорт baltic rose тоже хорошая картошка она вырастет поспеет но вот видно насколько она отстает от адрета основной мой сорт тулейский он нечто среднее крупнее сорта baltic rose и поменьше кустики чем у адреты этот сорт не разочарует и в этом году здесь некоторые цветы это горит свет это гипсофила розы корни собственно гелиопсис тюльпаны бархатцы конечно по всему участку стараемся их высаживать это экспериментальная грядка лука из семян вот этот лук из семян выращивался через рассаду вот с этой стороны этот лук будет выращиваться на репку а вот этот насевок ну во всяком случае посмотрим этот способ тоже практикуется и он имеет право на существование вот эта молодая клубника из усов прошлого года тоже уже ягодок на ней немало здесь тоже это азимый чеснок азимый чеснок тоже не очень любит жару но все-таки он выглядит гораздо более крепким чем яровой вот здесь в лунке сегодня был полив патиссоны и кабачки за эти культуры я не переживаю они выдержат все вот здесь в лунке дыньки и вот сегодня я не знаю кто просмотрел кто-то одно растение уничтожил остался еще один росток но надеюсь с ним будет получше обстоять дело вот это лук маточный который был посажен луковицами в начале мая для получения своих семян лука чернушки а вот это дынька другого сорта дыни два сорта шаранте и канария оба сорта надежные проверены очень вкусные вот здесь еще небольшой участок для цветов вот это плотикодон гелиопсис эхинация линок цинии конечно аквилегия аквилегия почему-то перезимовала не очень хорошо но все равно она целенькая пошла в рост и надеюсь будет расти успешно и дальше очень красиво она цветет яблоньки тоже подрастают все они корни собственные некоторые уже будут плодоносить какой можно подвести итог весна в целом как всегда непростая очень долго было холодно все отстает и вот сейчас жара пришла несусветная тоже очень большой стресс для растений но поскольку воды в достатке повторюсь поливать есть возможность что и делаем я думаю все будет с урожаем хорошо чего и пожелаю всем огородникам чтобы все растения дали хороший урожай всем всего самого доброго до свидания